Жаркое перемирие в АТО. Похоже, недавние минские договоренности для боевиков пустой звук. За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще пятеро получили тяжелые ранения. Наемники поливают огнем наши позиции чуть ли не круглосуточно. Самыми напряженными направлениями по-прежнему остаются Мариупольская и Донецкая. Станислав Кухарчук продолжит. Грохот металла и завывание ветра. В Авдеевской промзоне не поют даже птицы. На этой опаленной войной земле им просто негде селиться. В округе ни одного уцелевшего дерева. Привычные позиционные боевые действия теперь стали ожесточенными уличными. Здесь, в Авдеевской промзоне, прогуляться вольготно, как, например, по Крещатику вряд ли удастся. Дистанция до противника всего 30-50 метров, да плюс еще и перемирие, которое абсолютно не действует. Замкомандира 72-й Белоцерковской бригады показывает осколки от града. Говорит, тяжелые бои за промку пока позади. Теперь нашим бойцам нужно пережить это коварное перемирие. Видать, это по ихним минским договоренностям это разрешенное. Я не в курсе, в принципе, по нашим запрещенное. А у них, видать, это норма. Перемирия здесь не было ни первого, ни второго, ни третьего апреля. Даже сегодня ночью боевики накрывали позиции бригады из минометов. За вчерашний день в подразделении один боец ранен, двое погибли. Вот она, цена перемирия, рассказывает Олег. Минометный обстрел, осколок, сонная артерия. Смерть. День за днем боевики монотонно превращают бывшую промзону в груду развалин. Но там, где не выдерживает бетон, выдерживают люди. Руслан совсем недавно вернулся на передовую из госпиталя. За два года войны у парня три тяжелых контузии. Две получил на промке. Но отсюда готов идти только вперед. Фуши вся, чуть взят вся наша. Сколько еще завышалось? Ну, вся никому неизвестно. Пользуясь короткими минутами затишья, кто-то куховарит, кто-то занимается нехитрыми бытовыми делами. Ближе к полудню промзона снова оживает. На соседнем фланге боевики решили проверить нашу оборону. Работает. Чужаки, да. Сепаратисты работают. Чуть по звуку даже. Похоже, этот стрелковый бой был сегодня не последним. В 7 часам вечера наемники более 20 раз накрывали украинские позиции плотным огнем. В рядах наших защитников трое раненых. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер.